Программа «Наука в фокусе» Сергей Матвеев, кандидат физико-математических наук и генеральный директор компании «Илига Вижн». Эта компания как раз развивает технологии дополненной виртуальной реальности. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно. Здравствуйте, здрасте. Егор, теперь тебе слово. Ты прямо сразу взяла быка за рога, почти сразу все выдала. Мы обычно рассказываем, как мы пришли к такой теме, которую мы выбрали для очередной передачи. Тут было несколько публикаций. Пару дней назад, например, стало известно, что американская корпорация «Эпл» работает вместе с немецким производителем «Омплики». Карл Цейс. Все помнят, кто такой Цейс. «Над собственными очками дополненной реальности». Это вообще крутая новость. Но я сразу прямо представил, как все тут же вспомнили всякие Google Glass и прочие игрушки. И сказали сами себе, что кому это интересно. Ну, да, продвинутая технология для игр. И больше ничего. Это, кстати, несколько реальных мнений, которые я слышал от своих коллег за последние сутки. А на самом деле это не совсем так. Вот я читал, например, точнее, вчера статью в «Верешенвик», которая вышла 11, по-моему, января. И там было написано, что оборонное подразделение «Эрбас Групп», «Эрбас Дефенс Инспейс» разработало систему дополненной реальности «Сферион», которая может быть установлена на любой тип вертолетов. В частности, они почему-то попробовали ее на российском вертолете Ми-2. И совсем не для того, чтобы пилоту было прикольно. Поиграть. Похолистично, скучно. Поиграть, да. На самом деле там совсем другие причины. Потому что взлет и посадка современных вертолетов могут быть затруднены. Затруднено – это такое мягкое слово при плохой видимости. Например, в условиях тумана, высокой концентрации пыли в воздухе еще когда-то. А ориентирование по приборам в этом случае не очень помогает. Потому что приборы же не могут предупредить летчика о каких-то объектах в зоне посадки. И тут помогает новая система дополненной реальности в базовом варианте. Это лидер и модуль обработки данных. Шлем такой с дисплеем. Вы, наверное, наверняка видели. Всякие игровые модули. Шлемы дополненной реальности данных. Все видели уже. Но вот этот шлем позволяет системе формировать для летчика трехмерные изображения окружающего пространства. С указанием различных объектов. В том числе линии летопередач, домов. И, может быть, там людей, коров. Не знаю, кто там еще очутится. Вот практическое применение сразу. И таких, наверное, очень много. Поэтому виртуальная реальность – это не про игры. Это про жизнь. Геймификация жизни. Давайте об этом поговорим. Я бы не сказал, что это геймификация. На самом деле, это часть нашей жизни. И очень давно уже. Я этим занимаюсь уже больше 16 лет. И, на самом деле, первые проекты, которые мы делали в этой области, они были как раз застребованы в автомобильной промышленности, авиационной промышленности, военными. То есть, это те области индустриальные, которые очень активно это используют. А можно ли пару примеров? Пару примеров. В начале 2000-х в каждой уважающейся крупной корпорации, которая делала автомобили в Германии, было по 100 и более комнат виртуальной реальности. Где они делали дизайн машин. Вы можете себе представить, насколько дешевле сделать это все в компьютерном варианте. Тут же поменять, тут же посмотреть. Но сесть только нельзя. А не делать модель, которая очень дорого стоит. То есть, создать модель из пластика, из дерева или еще чего, это дорогое удовольствие. Ну, или стрельбы, например, из очень серьезных орудий в Англии. Корабельная береговая артиллерия. Они должны были делать, чтобы научиться стрелять, там, 3-4-5 выстрелов. Каждый выстрел, там, 100 тысяч фунтов. Учимся стрелять на тренажере. Когда мы видим все вокруг нас, как будто все плещется море, идут корабли. Два-три выстрела, или пять-десять выстрелов в тренажере, и один выстрел контрольный, назовем его так, в реальных условиях. То есть, это же дело не только в деньгах, еще в современном мире довольно плотном. Не везде постреляешь просто так. Нет, 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 это обучение. Сейчас еще, может быть, привести в фонд перспективных исследований, который активно пытается использовать доп. реальность для тестирования, для обучения, для ремонта и для всего, что… Вы подходите к технике, у вас всего один год на службе, и вам необходимо освоить ее достаточно быстро. Виртуальная подсказка. У вас очки дополненной реальности, вы смотрите на какую-то очень сложную техническую единицу и включаете режим ремонта, предположим, какую-то часть ее, и у вас идет подсказка сделать то-то, то-то, то-то. Причем вы видите эту подсказку прямо на фоне вот этого самого реального объекта. Это же не дополненная реальность. Это дополненная, правильно? Нет, это в чистом виде. Давайте разграничим так, как… Что такое дополненная реальность? Да, смотрите, есть такая… Когда появилась впервые виртуальная реальность, появились сразу философы, которые решили… Ну, вот, науки, которые решили все-таки разграничить. У нас есть реальный мир, вот, предположим, он слева от нас. Есть полностью виртуальный мир, он справа от нас. То есть, в виртуальном мире реальных вещей нет. Это что-то такое, созданное компьютером цифровое. Все, что между ними – это смешанная или дополненная реальность. И уровень смешивания зависит, насколько много реальных предметов, и насколько они смешиваются с виртуальными. Вот я пришел в музей, там есть ваза, и я ее достраивал в виртуальную часть. То есть, ваза реальная часть, а часть достроена виртуально. Такие проекты мы делали для музеев еще, опять же, 15 лет назад. То же самое в автомобиле, когда мы моделируем, это полностью виртуальное. Но мы можем поставить какие-то элементы, часть интерьера, часть чего-то, и просто дополнить какими-то фрагментами, которые мы как раз хотим выбрать. То есть, есть нечто, и мы хотим посмотреть, что будет, если мы дополним какие-то объекты внутри этого нечто, и как это все будет взаимодействовать. Более того, в атомной промышленности достаточно сложные конструкции сделаны десятки лет назад. Необходимо поменять котел в активную зону или активную зону в котле. Чтобы внести эту штуку внутрь, нужно промоделировать очень много. То есть, на самом деле, такие макеты делались виртуальные, и люди смотрели со всех сторон, насколько она точно проходит. Потому что будут случаи, когда не учли какой-то элемент, и система не прошла. А это, извините, миллиарды, уже реально миллиарды. С точки зрения технологии, тем не менее, это, видимо, какие-то очень близкие понятия или вообще одно и то же. Потому что, условно, в дополненной реальности вы частично создаете некий объект, а в виртуальной вы полностью создаете объект. Но методы создания, они, вероятно, одни и те же, или нет? Совершенно справедливо. Значит, их различают по степени смешения реально-виртуального. Но вот мы когда создавали собственные библиотеки программные, алгоритмы, те алгоритмы, которые мы делали для виртуальной реальности, они совершенно четко легли на дополненную реальность. Просто дополненная реальность, она как-то ближе оказалась потребителю. А мы коммерческой компании, соответственно, необходимо было делать проекты, которые востребованы. То есть те самые, назовем это Software Development Kit, то есть библиотеки, набор библиотек, алгоритмов, которые мы создали, для виртуальной реальности просто были интегрированы в дополненную реальность. Практически без изменений, потому что это система трекинга. То есть, например, в виртуальной реальности человек, когда находится, а сам этот мир, который нас окружает виртуально, он должен знать, что делает и где он находится. Это система трекинга. Это одно из основополагающих технологических элементов виртуальной реальности. То есть, когда мы накладываем элемент, вот фрагмент вазы на вазу, виртуальную на фрагмент реальный, мы должны знать, где находится ваза, как она ориентирована и наложить правильно. Правильно? Тоже трекинг. Только того объекта, который вот в витрине, например. Мы можем заменить вазу полностью виртуально. Вот Nefertiti, например, она находится полностью в таком шоукейсе, в витрине. Мы создали объект Nefertiti, поместили в витрину. В принципе, отличий там не было, реального, виртуального, с точки зрения восприятия информации. Потому что, например, в той же Италии один из финансированных государственных проектов – это цифровая реконструкция памятников архитектуры, скульптур, картин. Это для музеев тоже делается? Это делается не только для музеев. Если у вас случилось землетрясение, вам необходимо восстановить копию Давида с точностью до сколов. Было сделано с точностью до 30 микрон. Вы можете себе представить. У вас интересно. То есть, получается, это создание таких библиотек 3D мира. Да. И второй момент, который здесь интересен. Я, конечно, как обыватель и человек не эксперт в области культуры, мне это интересно посмотреть на месте. Но человек, который находится в России, в Америке, далеко от Италии, может изучать эти скульптуры, просто глядя на них. Просто сканируя, ну, фактически изучать с точностью до того, как мастер обрабатывал эту скульптуру с помощью молоточков там не знаю чего. А вот с точки зрения потребителей, хотел еще спросить, возвращаясь к тому, с чего начал Егор, да, с критики буквально. То есть, в 80-е годы появились вот эти шлемы дополненные, вернее, не дополненные реальности, наверное, на виртуальной реальности. И был такой бум сначала, потом оно все пошло на спад, и все разочаровались. В конце 80-х появились, нет, на самом деле в 60-х появились первые шлемы, вы видели. Это телевизор, который вы смотрите. В 90-х годах появился полный аналог практически Окулуса, но, опять же, необходимо... Окулус, для наших слушателей, Окулус Рифт – это шлем дополненной реальности, который Google, да, в итоге купил сейчас. Мальчик 16-летий разобрал. Сейчас все это скупается, да, в Китае сейчас аналогов Окулусов, сколько китайцев, насколько я знаю, по выставке. Я пробовал. Качество устройств зависит от разрешения матрицы, которая там присутствует. И компании, которые раньше делали шлем в виртуальной реальности, они там затачено очень... Ну, я даже не знаю, как точно сказать, зерно. Есть размер зерна, который мы видим. И, соответственно, если мы смотрим на картинку на нашем гаджете или в Окулусе, мы видим пикселизацию. То есть, для нас это не естественная картинка. А человек хочет видеть реальную сглаженную картинку, которая практически не отличить от того мира, который нас окружает. То есть, вот, копия Наргиз, например, она должна быть идеальная. Так мы делали Нефертити. Идеальная копия. Вот, соответственно, аватар человека должен скатировать. Невозможно, да. Согласен. Клонировать. Вот, клонировать. На самом деле, достаточно интересная тема с точки зрения развития технологий. Да. И вот, смотрите, получается, что есть очки, дополненные в виртуальной реальности. Есть шлемы. Есть идея проецировать это все на сетчатку глаза. Вот я бы хотела, чтобы вы про каждую из этих технологий рассказали отдельно, и в чем их плюсы, минусы, и как, на ваш взгляд, будет развиваться это направление. Давайте тогда сначала, назад в будущее. Первая система виртуальной реальности – это были большие экраны или комнаты. Вот мы сейчас находимся в комнате. Представьте, каждая стена – это экран. В какой-то момент включается… Половина стены, так, экран, собственно. Нет, полностью экран. Вы попадаете в мир, который вот… Если мы попадаем в космос, то мы просто висим в пространстве, и вокруг нас движутся планеты. При этом движение, наше движение управляет всем этим делом. То есть, мы не можем столкнуться со спутником, если это запрещено. Это первые системы, которые назывались CAVE, ICON, которые придумывались, и они были необходимы для того же моделирования. Аэрбаз делался в такой системе. Аэробус А380. Реально в такой системе. И под эти системы необходимо было реализовать алгоритмы трекинга, определение позиции человека, взаимодействие с этим миром, как управлять. Ну, то есть, они должны быть интуитивно понятны тем людям, которые этим занимаются. Появился арт. То есть, появились арт-инсталляции в этих системах. Когда мы, например, делали, появился хороший интернет в конце 90-х, начале 2000-х, и мы просто вызывали объект, например, книга. И все, что находилось в интернете, образы, они просто сыпались вокруг нас в этом виртуальном пространстве. Оно трехмерное было, естественно. Появились системы, которые предоставляли у нас запахи, движения, платформы. То есть, мы попадали в какой-то мир, который симулировался, сделал какую-то симуляцию. Значит, шлемы виртуальной реальности существовали. Из минусов, когда мы устроены так, что мы хищники, мы смотрим вдаль. И когда объект находится, который мы смотрим близко, глазу очень сложно сфокусироваться. Вот я могу сказать, что мне не нравятся ощущения мои, когда я в шлеме виртуальной реальности. Это чисто физиологическое ощущение, потому что глаз за очень сложную систему, он у нас сделан таким образом, чтобы мы смотрели вдаль. Соответственно, когда мы ставим оптические всякие преобразователи, удаляем объекты, вы понимаете, что, когда вы смотрите в шлем виртуальный, объект очень далеко, ну, там на расстоянии 3 метра, экран диагональю 3 метра. Те очки дополненной реальности, через которые прозрачно вы видите реальный объект, и при этом на что-то на них накладывается. Типа Google Glass. Google Glass, который сейчас достаточно много. Там те же Epson, которые у нас сейчас в стране, они присутствуют. ОДГ, там много компаний, которые производят очень интересные решения. Из этой же серии HoloLens, только там пока еще не достигнут тех разрешений, которые позволят нам видеть объект как часть этого мира. То есть, неотличимая от реального. То есть, это дополненная реальность. То есть, мы видим все вокруг, но при этом что-то накладывается. Текстовая информация для ассистентов, которые для военных, для инженеров, проверка готовности космического корабля в таком устройстве, она позволит определить, правильно воткнули что-то или неправильно. Реально, потому что там стоят маркеры, которые будут просто сигнализировать, что здесь что-то не то до запуска. Это дополненная реальность. Если мы полностью закрываем лицо и видим только картинку, созданную компьютером, это виртуальная реальность. Это вот вариант тема, да. Это те Oculus, наши Fibrum делают. Ребята вставят пластиковые корпуса и туда вставляете ваш гаджет, и вы можете совершенно спокойно использовать подобные системы. Их тоже достаточно много. Или виртуальная реальность, или подлинная реальность. Это вот как в примере с вертолетом, который я в самом начале привел. Там же как раз еще наоборот. Вот эта вот схема, про которую вы говорили. Реальный мир слева, а виртуальная справа. Здесь наоборот. Тут пилот вертолета присутствует в виртуальном мире. Он висит в воздухе, ничего вокруг себя не видит. А система показывает ему реальный мир, как он есть. Да, он накладывает реконструкция вот этой части, где садится человек. То есть, система локации, может быть, тоже не будет работать. Поэтому сам рельеф, сами вот эти постройки, они создаются. А потом они просто накладываются в соответствии с координатами GPS, GLONASS, с теми данными, которые получаются. Фактически совмещаем два мира. Мы построили виртуальный мир для пилота, и есть реальный мир, куда он должен сесть. Мы совмещаем. Который он не видит. Который он не видит, да. Но в этот момент мы проецируем. У нас есть интересные проекты, как Наргиз я показывал. Проект, когда мы собачку, которая встречает гостей, просто поставили рядом с кинотеатром, и она бегала. Такая просминогая собака. Дестилатая собака, да. Но смысл в том был, что мы построили модель кинотеатра, собака бегала в виртуальном мире, а потом брали модель кинотеатра, совместив ее с реальным. То есть, то же самое и у пилотов. Но видеть люди могли эту собаку не своими глазами, а только с помощью специальных устройств. Да, да, специально. И здесь то же самое. Одеваем шлем, смотрим на кинотеатр. Как только мы привязываем модель, которую мы в этот шлем передаем, к реальному, мы получаем ту самую смешанную или дополненную реальность. Мечтают-то люди ничего на голову не надевать, не заходить в специальную комнату, а чтобы оно как-то само собой, непонятно как. Совершенно справедливо, да. До сейчас он бы проецировался. Сразу мозг бы проецировался. Расскажите про вот эти вот направления. Софьян же ничего нельзя надевать. Хорошо. Нет, нет, нет. Вот, Сергей, есть что рассказать. Есть козырь в рукаве? Есть, есть. Значит, по поводу проецирования на сетчатку глаза. Это на самом деле достаточно серьезная задача, потому что глаз достаточно сложная оптическая система. То есть, если представить… Надо, наверное, сказать сразу, что такие опыты проводились. Проводились. И они были не очень удачными, потому что попытка делать, ну, из сетчатки сделать телевизор фактически привело к тому, что лазер, начиная двигаться по этой сетчатке, рисуя изображение, он может не попасть на сетчатку, потому что глаз начинает аккомандироваться и оптически он смещает фокусы. И поэтому люди, на которых проводили эксперименты, они теряли цветное зрение. Это были офицеры? Это летчики, да. Американские летчики, да. И на самом деле решить проблему того, чтобы зафиксировать глаз в определенном оптическом параметре невозможно. Потому что там реально компания, которая немецкая, производит оптику, она просто ребенок в сравнении с оптикой глаза. Но вообще это какое-то экстенсивное решение. Проще сразу… Не проще, а умнее было бы зрительный нерв проецировать. Но пока не знаем точно этот язык. Мозг. Вот если раньше мы говорили об интерфейсе компьютера, человек-компьютер, то сейчас основная тема, на которую очень активно сейчас выделяются средства очень серьезными организациями, типа DARP, большими инвесторами, а-ля Facebook, Google и всеми остальными. Это интерфейс мозг-компьютер. То есть, реально. Я хочу управлять с помощью мозга компьютером, и наоборот будет влияние мозга компьютера на мой мозг. То есть, фактически я должен открыть этот канал, минуя органы зрения, слуха, тактильные ощущения. Я могу передавать эти сигналы другим способом. А зачем? Это же еще одна задача. То есть, в мозг надо подать сразу обработанный сигнал, а мы пока что не очень хорошо знаем, как он там обрабатывается. Не проще? В нерв. А нерв уже дальше передаст мозг, там это обработается дефолтным способом. А у меня вопрос, Садар, а что такое галлюцинация? Это некая картинка, которую мы представляем и видим в нашем... Она делается в нашем мозгу, она существует вроде. И вы чувствуете полную реальность этой галлюцинации. Правильно? Да. А другая тема – это осознанное сновидение. Это достаточно интересная тема, когда человек, находясь во сне, понимает, что он во сне, и он управляет этим сном. То есть, фактически, это та самая виртуальная реальность, которая идет напрямую в мозг. То есть, если мы сможем создавать вот этот канал напрямую в мозг, потому что те же самые шлемы, которые делаются нервы... То есть, нужно очень хорошо понять механизм, как наш мозг уже и так так функционирует. Да, именно так. И тогда мы сможем управлять этим процессом не извне, по сути. Это очень долгий путь. А есть ли уже такие, не знаю, стартапы, исследования? Для осознанных сновидений полно уже... Не для осознанных сновидений. Нет, именно с интерфейсом компьютер-мозг, да, есть швейцарский стартап, который сейчас, как можно сказать, он второй стартап по капитализации, потому что первые MagicLip, а они получили около миллиарда на эти работы. Это как раз именно управление с помощью мозга, вот этого нейрошлема, который одевается на вас, создание вот этого интерфейса для того, чтобы управлять компьютером, соответственно, аватарами, соответственно, техникой, чем угодно, что может быть от виртуальных объектов до реальных. У нас эти работы тоже ведутся в достаточно серьезном уровне в МГУ. У нас есть отдельные программы по нейроне. Каплан. Каплан. А, господи, да, я спросил. Да, и на самом деле, картирование мозга Анохин – это все одного, так скажем, одной цепи звенья, то есть, что нам позволяет понять, в какой части мозга на что мы реагируем, и как эти части инициировать, какими сигналами. Потому, что я приводил пример, задал вопрос просто один раз, можно ли записать ваш сегодняшний сон. Вот, вы проснулись, а мы через час вам показали видео с вашим сном. Насколько это реально? Сейчас нереально. Ну, две организации в Штатах под эгидой НАСА ведут как раз эти работы. На самом деле, то, что вы говорите во сне, мы можем снять реально, поставив датчики на гортань. То есть, в любом случае, когда вы произносите что-то, второе, на датчики мы ставим на все мышцы, там, руки, ноги, мы понимаем, что вы бежите, прыгаете. Далее, если мы имеем базу, некую базу данных вашего общения с родственниками, фотографии, видеоматериалы, можем понять, в каком стиле вы общаетесь с кем, и по вот тем данным, которые получены с помощью этих датчиков, приблизительно восстановить сценарий. По событиям. Да, по событиям. Ну, конечно, можно. Прямо вот снять картинку и записать ее в видео? Нет, напрямую нет. Естественно, нет. Но первые опыты ведутся, и там достаточно интересные получаются результаты. У нас пока это нет. У меня вопрос такой. Вот на ваш взгляд, из всех этих направлений разных, да, там и шлем, и очки, и комната, там, кейв, да, вот с пещерой, с виртуальной реальностью, интерфейс, компьютер, мозг. Какое самое перспективное направление? Потому что мы все понимаем, что мы, а, уже живем в ситуации, когда у нас есть элементы дополненной виртуальной реальности, и так или иначе большинство людей уже соприкасаются с этим миром. И через 5-10 лет это будет все только нарастать, нарастать, и нарастать. Вот как вы думаете, какое из этих направлений победить, да? Условно говоря, будет ли это вариант Google Glass, и мы все действительно будем ходить в этих очках, либо все-таки это в какую-то другую сторону пойдет? Ну, на какую длительность, на какой срок прогноз? Если мы прогнозируем на ближайшее время, то это, естественно, будут шлемы в виртуальной реальности, хотя в них находиться не всем комфортно и не все могут долго в них находиться. Но все работы будут висеть как раз по нейроинтерфейсам. Именно нейроинтерфейсы и возможность напрямую в мозг подавать эти сигналы, минуя каналы нормальные. Ну, тот же канал оптический, наш зрение, он всего там… Он очень слабенький, реально слабенький. И, в принципе, мы используем… Ну, опять же, есть, например, центральная часть глаза, она воспринимает информацию, получает информацию абсолютно четко. Все, что на периферии, это то, что в мозг практически не поступает. Он дорабатывает ту информацию, которая была. То есть, одно из направлений технологически сейчас многие шлемы делают из таких соображений, чтобы ног не обсчитывать и чтобы можно было на самих гадочных запускать сложную систему, да, подаем только ту информацию, которая воспринимается. В мозг можно подавать гораздо больше информации напрямую. И эксперименты вот по пониманию… Это требует технологии заслужения за звучком, да? Там сразу зарисовали в этом месте. Фактически, да. Да, именно, да. У меня вопрос последний, наверное, не очень много времени у нас остается. Вопрос, связанный с системой безопасности личности. Потому что, действительно, если это будет так развиваться и подаваться напрямую в мозг, то в России я чего угодно могу мозг вам. Об этом и речь. Скорее, не ты кому-то… Скорее, мне кто-то и этот кто-то, понятно, кто будет. Да, это как раз тот момент, который волнует всех. Всегда любая научная разработка от атомных проектов, которые были чисто научными, до влияния и исследования функционирования мозга… Искусственный интеллект сейчас нас в Хокинг предупреждает, не покладая рук. Это все способы воздействия на массы, на людей, индивидов, на все. То есть, соответственно, здесь надо какую-то этическую норму владеть. Зависит от тех. И технические. С другой стороны, и сейчас мозг подает уже, будет здорово, без всяких нейроинтерфейсов. Да, и напрямую через зрение и слух. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в студии сегодня Сергей Матвеев, кандидат физико-математических наук и генеральный директор компании «Илига Вижн», компания, которая занимается развитием дополненной и виртуальной реальности. Это был очень интересный, на самом деле, разговор, и я надеюсь, что мы его продолжим в ближайшем будущем, потому что, действительно, у нас очень много информповодов для этого. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Да, пожалуйста, мне было очень приятно. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите. Программа «Наука в фокусе».